И всем замурчателем, меня зовут Кото, здорово, пожаловать на мой канал, и сегодня у нас будет Айсберг ФНАФ Секюрити Брич, приятного просмотра! Айсберг, это интересные факты о какой-то игре, ну например, вершины, там получается идут обычные факты, а в глубине идут самые интересные факты, которые мало кто знает. Ну что же, давайте начнем с самой вершины, это будет солнце, угроза безопасности. Это секретная фраза солнца, мы должны прийти после того, как нас забанили, солнце будет говорить, угроза безопасности, угроза безопасности. Ну в принципе, кажется, что это практически все знают. Следующее будет изменение цены. Раньше в стиме в России, игра ФНАФ Секюрити Брич стоила 3340 рублей. Фредди друг Грегори. Фредди на сцене неожиданно сломал, получается, что у него было какое-то предупреждение, но он перешел в сейф мод. Получается, что теперь он становится другом Грегори. Одна ночь в игре. В игре ФНАФ Секюрити Брич всего лишь одна ночь, по которой Грегори, получается, должен выжить и сбежать из торгового центра. Наверное, разработчики имели в виду 5 часов ночи. Выжить надо в торговом центре. Солнце и луна разные аниматроники? Мне кажется, что это один аниматроник. У него раздвоение личности. Но как он меняет костюм, для меня остается загадкой. Ну а последнее на вершине на это будут концовки. Всего в игре 6 концовок. Давайте расскажу вам кратко. Мы с Мишкой Фредди провалимся под пол. Но выходит Берна Трап, которого собирала Ванни. Мы побеждаем Берна Трапа и его ловят сгусток. Мы же с Мишкой Фредди убегаем. Вторая концовка хорошая. Грегори проходит 3 автомата при теске. Сомнение, что боты уже не контролируются. А выносила маску Ванни, что это значит, что больше не контролируются Глич Трапом. Мишка Фредди оказывает в том, что они уходят есть мороженое. Третья концовка плохая. Грегори сбегает с торгового центра, и он решает спать в коробке. Укрышись в газете, но его встречает Ванесса. Четверая концовка плохая. Мишка Фредди и Грегори сбегают через крышу. Там оказывается Ванесса. Позже известно, что душа Ванессы осталась в этом месте. В пятой концовке Грегори и Фредди уезжают от грузакена. Заметят, что Мишка Фредди сел заряд батарей. Грегори с помощью генератора возвращает Мишку Фредди, и они счастливо уезжают дальше. Шестая концовка плохая. Фредди скидывает боты и ломает его. Позже Грегори нажимает на кнопку. Кажется, что Мишка Фредди уже сломан. Ну что, возвращаемся к Асбергу. Мы все ближе и ближе к глубине. И давайте посмотрим, куда пропал Бонни. Во ФНАФ Секюрити Бридж есть такое сообщение, называется Пропажа. Нам известно, что последнее место, которое Бонни посещал, это Гольф Монти. Люди думают, что Монти сломал Бонни ради того, чтобы занять его место. Либо нужно запчасти к Бёрнтрапу. Давайте поговорим о переносе игры. Игру перенесли два раза. ФНАФ Секюрити Бридж должен выйти 16 сентября 2020 года. Но потом сместили дату на 16 декабря 2021 года. Но потом сместили на 17 декабря 2021 года. Давайте поговорим о фразе «Я чувствую, что ты сломан». Когда мы пойдем к медицинскому пункту, Фредди скажет следующие слова. «Я чувствую, что ты сломан». Стали думать люди, что Фредди это Майкл Авто, а Грегори это КСД Авто. Но на самом деле это не так. В игре нашли код. И изначально, что это была цензура. И Грегори просто поранился в вентиляции. Дальше поговорим о секретах комнаты солнца. Чтобы попасть в секретах комнаты солнца, нам нужно... Нам нужно фотографировать от этих аниматроников. Их всего 4. Это Фокси, Чика, Бонни и опять Фокся. Вот так в игре комнаты солнца. Здесь получается все разбросано, игрушки, роботы и так далее. Но чтобы пойти к автоматам, нужно пролезть через эту дырку. И тут будет рабочий автомат Балун Боя. И будет вот такая концовка. Там будут появляться гличи и так далее. Следующие две Ванессы. В одной концовке, где здание сгорает, оказывается, что было две Ванессы. Одна, получается, лежит. Ну а вторая смотрит вдаль. Говорят, что это душа Ванессы осталась в этом месте. И остался DLC. Это плата обновления к игре. Однажды, 27 января, поступил какой-то обновленность DLC-шиппинг. Возможно, разработчики тестили нового DLC. Но его потом удалили. А еще в феврале этого года выйдет патч, который исправит ошибки. Ну а теперь переходим на предпоследнюю глубину. И давайте начнем с теорией Грегори Плачущей Мальчик. Говорят, что Грегори это аниматроник. Или же КСД Авто. Но я с этим, пожалуйста, не соглашусь. Это как-то странно и нелогично. Ну, например, у Грегори есть две полоски на футболке. И у КСД Авто на футболке тоже есть две полоски на футболке. И еще в мешководке произойдет сразу, я чувствую, что сломан. Но вы можете выводы сделать сами. Напишите в комментариях, какой ваш вывод. Давайте я поговорим о дом Авто, который есть во ФНАФ Секьюрити Бридж. Что мы хотим найти дом Авто во ФНАФ Секьюрити Бридж? Вы должны подойти к локации, где выходил монти в начале игры. И там, получается, будут двери. Вы просто идете прямо. Ну, я попробую с помощью счетов. Вы же вроде с помощью фас-камеры. Начинаем показать, что здесь одна комната. Вот так выглядит дверь и какой-то вентилятор. Ну, и еще кресло с телевизором. Также валяется попкорн. И здесь мультик про аниматроны, как они отправляются в путешествие. Ну, а еще здесь есть шифр, который уже разгадали. Ну, а теперь давайте рассмотрим кассеты с Ванессой. Хм, где же найти воспроизведитель кассет? Конечно же, в доме Уильяма Автона. Давайте я вам кратко расскажу, что там происходит. Там, получается, есть две личности. Ваня и Ванесса. Ну, например, артистчики нашли зашифрованный разговор. Также она говорит, что там ей темно, то светло. Одна помещалась на стул, одна нет. Ну, вы можете все послушать на ютюбе. А мы продолжаем дальше разбирать айсб... Ну, и теперь давайте разберем, кто такой Грегори. Давайте подумаем, зачем Грегори пришел в Мегапицца Плекс. Официально информации на этот счет, к сожалению, нету. Но Грегори туда попал либо ради развлечения, либо ради того, что кушать вкусненько и переодеться. Ну, да, почему он подбирает подарки только ночью? И, кстати, на каком-то игровом автомате, я помню, кто-то говорил, что там есть рекорд Грегори. Итак, Грегори умный персонаж, потому что он умеет чинить аниматроников, а также он может высадить электричество к мишке Фредди. Например, там с помощью кинетра машины. А еще Грегори безумный, он живет в коробке. Как это показано было в концовке, в плохой концовке, где ловят его Ванесса. Да и еще у Грегори нет одного зуба. Также не знаю, что произошло с родителями Грегори. Ну, и теперь самое последнее на предглубине. Это мультиплеер в Навсекьюрити Бридж. Да-да, во Навсекьюрити Бридж есть мультиплеер, но, к сожалению, фанатский. Про это, к сожалению, я не могу показать, вы можете найти на Ютюбе или в Гугле. Ну, например, в виде 31 снимал видео про эту тему. Но все же, мы уже, ребята, на глубине, и давайте начнем с вырезанного контента. Ой-ой-ой, ребята, кажется, в игре так много вырезанного контента, что вы прям офигеете. Ну, давайте начнем с самого интересного. Это режим выживания. Вот так выглядит меню режима выживания. Здесь можно поменять сложность жизни и время. В этой мини-игре используют скримеры блюшевых игрушек, таких маленьких. Дальше разработчики использовали скин вот такого замороженного эндоскелета. Он начинается появиться в морозилке. Так должно выглядеть меню ФНАФ Секьюрити Бридж. А вот тут собраны все мини-игры во ФНАФ Секьюрити Бридж. Разработчики также выразили вот такую комнату с играми и автоматами. В пчелином стиле. Вот так должны выглядеть пришельцы в игре Файзер Бласт. А вот это неиспользуемый золотой бот. А это бот-фокусник. А это шкаловый аниметр. А это неиспользованные или же ранние комнаты. Вот, например, Монти Гольф или детский сад. Здесь комната для випов, а также ранние версии Гоул Боулин Бони и гонки Рокси. Здесь комната с бочками. Большая комната Эль Чипа. И еще неиспользуемый коридор с гонками Рокси. Там стоят машинки. Ну и последнее. Это выход на улицу, какой-то коридор. И ранняя версия, где комната аниматроника. Там, получается, они могут отдыхать и так далее. Также есть какие-то голосы, что там где-то Ванесса говорит. Вздохи и так и выдохи. А также мини-игры Рокси Райс Вэй и Безумный Пир Чики. Ну и еще в менюшке. Ну и еще бот, а также часы из трейлера. Также есть анимация Берн Трапа. Мы пограем чуть попозже и интеллект у Берн Трапа. И должно вообще быть больше сцен с Ванессой и Берн Трапой. Давайте посмотрим про анимацию Берн Трапа. А это анимация падения и ломания Берн Трапа. Видимо, разработчики хотят ФНАФ 10, и поэтому они все-таки решили вырезать это. Но еще не забывайте, что должен быть интеллект у Берн Трапа. Мишка Фредди должен предать Грегори. Если у Фредди сядет заряд или мы неправильно починим Фредди, то он начнет на нас это подать. А также к концовке Мишка Фредди должен предать Грегори. Но, к сожалению, почему-то ее вырезали. Ну посмотрите, как он меня ест. Ну, я постоянно мучился, потому что он постоянно меня кушает, когда я неправильно, например, нажму куда-то не в то место, и он начинает атаковать меня. Ох, бесит как это. Ну, а теперь давайте посмотрим, куда пропал Фокси. Итак, к сожалению, мы не можем погрыть Фокси, потому что его, наверное, заменили на Рокси. Но, ребята, не расстраивайтесь. Чтобы дойти Фокси, нам нужно вот, наверное, пойти вот эту, увидеть такую табличку и пойти на эскаватор. Поднимайте, поднимайте, поднимайтесь. И потом проходите в этот дыр. Я же попробую с помощью читов. Итак, вот это локация Фокси. Это, получается, пиратская бухта. Здесь есть корабли, моя. Ну, вот и сам Фокси стоит на ящике. Также вот есть такие щуприцы кальмара. Ну, выглядит очень круто. Опа, здесь есть аниматроники. Что-то Фокси и Буни нету, жалко. Ну, а в корабле вы можете дойти подарочек. Ну, и предпоследнее. А последнее не вместилось в Айсберге, поэтому я скажу вам отдельно. А вы знали, что Скотт сделал такую игру 2D, что называется Security Breach Fury Raid. Давайте посмотрим скриншоты игры. Здесь вы можете вырубить Фредди, Ботти, Роксану и Чику. Также здесь какие-то есть силы и так далее. Здесь тоже когда-то происходит атака, ну, вообще здесь какое-то будет сражение. Ну, вот еще один скриншотик, где здесь Ботти тоже атакуют. Интересная игра, советую поиграть. Ну, и последнее, ребята, в Айсберге. И это получается то, что аниматорики как-то со временем меняются и ломаются. Вы, наверное, замечали так, что аниматорик, например, Фредди, он, например, как-то ломается. У него какие-то трещины появляются. Надеюсь, что вы это замечали. Ребята, надеюсь, что вам понравится этот ролик. Если есть у вас какие-то, например, дополнения, вы можете дополнить Айсбергу, то, пожалуйста, пишите все ваши идеи в комментарии. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Хорошо, что-то было взято с фандома. Прав? На Security Breach. Ну, и еще трейлер и геймплей игры. Спасибо спонсорам и спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Все, всем пока.